1 февраля в России вступил в силу закона о запрете мат в социальных сетях, что вызвало бурное обсуждение у пользователей. Как будет проходить отслеживание, какие штрафы грозят и какие еще ограничения могут ожидать нас в будущем, рассказывает эксперт Казанского университета. Согласно вступившим в силу поправкам к закону об информации, информационных технологиях и о защите информации, социальные сети обязаны в течение суток удалять сообщения с нацензурной лексикой. При этом соцсети, которые посещают за сутки более 500 тысяч пользователей, обязаны сами проводить мониторинг запрещенного контента. За нарушение новых правил администрация соцсети должна выплатить штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Для авторов постов с нецензурной лексикой штрафов пока что не предусмотрено. Однако это не значит, что нужно нарушать правила даже фейковым аккаунтом, ведь и они оставляют за собой личную информацию. Так или иначе, в социальных сетях существуют официальные способы регистрации. В Российской Федерации это с обязательной аутентификацией. И вы прекрасно знаете, что при регистрации вы указываете либо номер телефона, либо номер или адрес электронной почты, который так или иначе тоже ассоциирован с номером телефона. По словам Сергея Мосина, из любых аккаунтов, даже фейковых нарушающих правила, может формироваться черный список пользователей, который в дальнейшем будет отправлен администрацией социальной сети. До конца не определена глубина поиска. Но, скорее всего, первый шаг будет относиться в первую очередь к открытым общественным каналам. Но не исключено, что в последующем это все-таки будет переведено и в целом на уровень контроля чистоты контента. В спорных ситуациях администрация соцсети должна обратиться к Роскопнадзору. В остальных же случаях решение необходимо принять в течение суток. Дело в том, что в России действует закон о ненормативной лексике. И в принципе в публичных местах использовать подобные слова нежелательно. Это законодательно наказуемо, как минимум административно. Но если мы говорим про ресурсы, ресурсы в социальных сетях, по сути это тоже общественная такая среда. Ну и, скорее всего, здесь справедливо, что подобный контроль начинает действовать и в этом медиапространстве. Диана Шеленкова, Универньюс.